Именно с помощью старого советского трансформатора можно реализовать одну очень интересную и эффектную схему, на которой ломали головы и грели паяльники многие и многие радиолюбители. Плавное включение лампочек накаливания. Да, я сейчас сделаю так, что эта лампочка будет загораться совершенно плавно. Эта лампочка накаливания, учтите, я тыркаю в розетку вилку и лампочка плавно загорелась. Давайте еще разок. Очень плавное зажигание лампочки. Как я этого добился? Да я нисколько не изменял схему. Обратите внимание, что сейчас у меня на столе стоит вот эта вот лампочка накаливания, у которой нить накаливания сперва загорится. Давайте посмотрим, а потом объясним. Сперва загорится более ярко, а потом потускнеет в тот момент, когда вот эта лампочка станет гореть более ярко. Повторю еще раз. В тот момент, когда я включаю всю эту систему в розетку, две лампочки и трансформатор, эта лампочка, имея более высокое сопротивление нити накаливания, вспыхивает ярко за счет того, что холодная лампочка, вот эта автомобильная, имеет низкое сопротивление. И, конечно, оно равно практически короткому замыканию. Поэтому поначалу эта лампочка горит ярко. Но что происходит потом? А потом ток вторичной обмотки трансформатора в этой лампочке разогревает ее. Сопротивление нити накаливания в этой лампочке увеличивается. За счет этого изменяются магнитные свойства трансформатора. И эта лампочка чуть-чуть притухает или пригасает. Давайте еще раз посмотрим на этот эффект. Ярко, тускло. Еще раз. То есть, эта лампочка сперва вспыхивает ярко, потом тускнеет. А эта плавно разгорается. Никак не наоборот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...